Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Часть вещей пойдет на переработку. Часть вещей поедет в приют для животных на подстилке. Может быть, если вот как рубашка из натуральной ткани, ее используют вместо бинтов на подвязке после операции с животным. Утро понедельника. У волонтеров эко-движение «Город Первых» начинается с разбора пакетов с вещами. Одежду, обувь, вещи для взрослых, подростков и детей привозят во фримаркет целыми баулами, которые забирают из специальных боксов. Вот уже второй год Первоуральск имеет свой бесплатный магазин одежды. Горожане сюда приходят целыми семьями и берут вещи. Но чтобы обеспечить работу, пусть даже бесплатного магазина, нужны люди. Разбором и сортировкой новых поступлений занимаются волонтеры «Города Первых». Кто-то забегает сюда после школы, а кто-то в выходные между рабочими днями. Всех добровольцев здесь объединяет одно общее дело – помогать людям. То есть, если человек в чем-то нуждается, мне кажется, все равно хочется делать ему приятное, чтобы он был и добрее к миру. Человек становится, ведь когда у него все есть, жизнь прекрасна. Поэтому и нравится делать людям добро. Плечом к плечу с волонтерами работает и руководитель фримаркета, активистка эко-движения Елена Ковалева. Почти 12 лет она отдает свое личное время на благо добрых дел. Поначалу, говорит, работала в Совете молодежи новотрубного завода, а потом начала вливаться в общественную жизнь города. Сейчас, помимо экологических проектов и работы во фримаркете, Елена числится в рядах волонтеров городского штаба и Лиги друзей инновационного культурного центра. Силы есть на все, уверяет женщина, ведь волонтерство – это не только про отдавать, но еще и про получать. Круг друзей, знакомства, какие-то, знаете, новые возможности для самого себя. У меня мальчишки мои подрастают, сыновья, для них много возможностей открывается. То есть волонтерство – это не только вот ты что-то отдаешь, но ты еще и получаешь. А бывает получаешь даже эмоционально больше, чем ты отдаешь. Нам нужно сейчас с тобой сверить, сколько у нас подарков новогодних для детей, которые мы будем раздавать на наши новогодние елки. Давай сверим, все ли они в целости и сохранности, и сюда мы с тобой быстрее. А в другой общественной организации в благотворительном фонде «Доброе дело» уже готовится к главному зимнему празднику. Новогодних поздравлений в этом году будут ждать почти три сотни нуждающихся семей. Для них добровольцы готовят концертную программу и развлекательные мероприятия. 15-летний Никита Бурцев волонтером стал не так давно, но уже делает большие успехи. И без его помощи не обходится почти ни одно мероприятие фонда. Первая моя акция, на которую я ездил, это была к ветеранам. Мы когда ездили к ним продукты развозить, слушаешь порой и как-то на душе так становится. Тепло, тепло на душе становится. Почему? Потому что вы помогаете? Конечно, помогаем, понимаем, что у большинства нет родственников. Кто-то лежачий, кто-то еще не может силу средств сходить в магазин купить. Поэтому это для них очень важно. В этом году благотворительный фонд «Доброе дело» отметил 15-летний юбилей. На сегодня около 30 добровольцев участвуют в проектах фонда. Помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Опекают пожилых людей и участвуют в важных социальных акциях. На самом деле это лежит глубоко в сердце человека. Я думаю, у каждого человека есть такой посыл – помогать людям, бескорыстно помогать. Поэтому люди участвуют в разных проектах, в социально ориентированных проектах. Поэтому и наши ребята, которые являются волонтерами фонда, они тоже имеют такой начаток в своем сердце. Поэтому они идут и помогают. Бескорыстно помогать и получать свою награду за благие дела, эмоции и благодарность людей. Сегодня, 5 декабря, волонтеры отмечают свой профессиональный или даже правильнее сказать – личный праздник. Кристина Сепьева и Владимир Махмутов. Интера ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова